привет youtube привет вот так сказать продолжается эпопея валяется вот тут у нас отход я решил сделать еще один такой же крючочек он мне понравился вот из такого крючочка это мой китовый хвост это так сказать зачаточный вариант был металл здесь хороший вот сталь пружинная это с хендай по моему 2 серии хендай соната с багажника вот очень хороший металл здесь качественный в данном случае он будет по длине и ширины такой же вот я так вот имплантирую его приварю и я думаю что у меня работать тут собственно речь идет о том что просто взять старый крючок скажем так подлиннее как мы здесь видим вот так будет позиционироваться даже и естественно он уже работать будет чуть других областях то есть вот такой короткий тоже нужен потому что даже возможно надо было его еще покороче делать иногда неудобно вот когда тут рядом близко усилители или где-то чего-то бывает даже такой вот допустим как вот здесь вот расстояние допустим вот кулак я показываю и здесь им не особо удобно разворачиваться допустим в данном случае есть смысл сделать крючочек покороче и крючочек по длиннее вот поэтому и созрела мысль сделать этот крючок будет длиннее где-то на условно вот вот так примерно будет по длине больше вот но опять же опять же с вот таким широким рабочим окончанием потихонечку для тех кому интересно имплантироваться будет примерно вот так то есть здесь я вот так разрежу сюда в варю обварю и вот так вот обрежу вот эта часть вот эта часть пойдет еще один я крючочек сделаю тоже вот такой но вот он как раз и будет такой форма интересной с двумя как бы рожками что ли я там видел в интернете тоже что-то типа такого вот с несколькими рабочими поверхностями ну попробуем сделать и такой тут просто разрывчик либо сюда вариться сделать вот так вот можно то же самое я еще не решил хотя в принципе вот такой вариант наверно и будет достаточно хорошим поскольку вот это вот часть вот это вот серединка она будет как бы лишним ну ладно там как говорится ход дойдет я почему весь мой инструмент получается у меня как бы не просто так поглядел в каталог и сделала на какой-то конкретной машине как я уже говорил вот данном случае у нас камри вот на нее приличное количество инструмента уже было сделано но на нее или под нее или как сказать естественно это будет инструмент универсальным вот мы видим еще вмятинки но как бы делается под конкретно какую-то задачу какую-то работу и постепенно копится инструмент вот ну а делать просто взять каталог тупо открыть какой-нибудь там дэнт гир дэнт крафт там ну или так далее куча их там и начать тупо это все делать увешать все стены и потом думать нафига это делал нет у меня такого нежелания невозможности ни времени делать а вот делать конкретный инструмент под какой-то вид работы и он потом остается так сказать шлифуется это все да вот это я считаю нужным для работы ну и так отклонился и оттима к но вот таким образом я отпилил все лишнее вот так будет вариваться и провариваться наш будущий крючок потом будет как говорил товарищ церетели убираться все лишнее по ходу работ было принято еще одно изменение вместо вот такой у нас ручки будет вот такая это китайская отвертка древнейшая и металл мне неплохой вот таким образом это все будет сварено а вот из этого кусочка как раз будет сделан вот такой китовый хвостик вот который будет короче вот этого который будет немножко короче и немножко он будет поуже значит это у нас 36 скорее всего где-то миллиметров около 30 там 29 28 может частоте получится рабочая поверхность а здесь как раз вот я хочу сделать именно вот такое окончание ну там посмотрим во что это выльется сейчас пока что надо все это дело сварить обточить и обкатать а потом будет видно вполне возможно что получится нормальный инструмент вот такая вот у нас получается красота сейчас я думаю долго не мучить это все дело обточить вот здесь и привариться тоже сюда вот и потом их разъединять чтобы сразу два инструмента делать варить я не затачивать вот поварилась все у нас получилась вот такая заготовочка и не получилось мне там там мне не понравился диаметр это будет одна из узких ковырялок смысле из коротких самая короткая у меня вот она сделана вот такая красивая скажем так тут я не стал ничем варить потому что как видно тут цвет мед вот ну и как бы и пусть будет такая эти эти надо сейчас есть ручные тисочки вот такие сейчас на них можно будет все это по обтачивать и попытаться работать и посмотреть как они себя покажут то есть за основу взята вот это вот ковырял очка вот этот хвостик вот и потом носит вот этот который правее будет короче вот этого а тот который вот зеленая ручка левее будет немножечко длиннее но опять же немножечко это где-то порядка на дюйм там на три сантиметра короче на три сантиметра длиннее для удобства работ на улице на свежем воздухе тисочки ручные вот будущий прототип инструмента теперь долго и нудно точить точить и в итоге я надеюсь получится инструмент вот они наши заготовочки готовые вот что-то такое должно получиться но это чуть позже сейчас в данном случае вот эта заготовка как бы уже по длине готова а вот эту надо в тисочках согнуть чтобы она примерно вот такой вот длинный был заход и вот такая у нас получится ручечка посмотрим я вот как бы из подручных средств сделал думаю что в данном случае такая ручка будет оправдана если нет ее всегда можно чем-то увеличить вот завершающий этап я сделал вот эти две ковырелочки вот опять же вот эту чуть привел в порядок чуть шлифанул чуть полярнул ну просто можно сказать что уже как бы вот здесь конечно здесь лопнуло надо доварить сделать но вот эта ковырелочка тоже прошла ходовые испытания вот такой не хватало все это шлифуется полируется если надо значит что касаемо вот этих значит рабочая часть у нас получается 7 здесь у нас 12,5 здесь у нас 16 вот этот у нас ну где-то получается 34,5 тоже вот хорошая ковырелочка такая получилась вот ну вот это просто я по ходу пьесы тоже вот сделал лазить а это как бы у нас комплект получается вот так вот он выглядит это у нас правый это у нас левый крючочки для доступа в неудобные места вот такой формы он у него у него окончание так ну я скажу так что я это все подсмотрел вот собственно и комплект этот мной был подсмотрен вот так вот он можно сказать выглядит вот эти крючочки для ковыряния в разных неудобных местах вот по идее надо сделать будет и вот такой еще поменьше вот это левый дополнить правый мы вот по центру как ну обычный стандартный можно сказать под 45 градусов вверх я думаю это все пригодится надо сделать чтобы уже были комплекты значит что касаемо рабочих размеров как бы тут получается 27 у них длина вот этих 27 диаметр 4 здесь вот с этого места примерно они утончение пошло и вот такая форма как бы ножевидная окончание вот такое вот собственно и все еще раз скажу что уже ходовые испытания прошли вот после этого я конечно же и стал их приводить в порядок ну навести небольшую красоту так сказать вот такой комплектик получается здесь правда вот загиб немножко не такой как у всех ручек вот в принципе его можно согнуть разогнуть подогнуть отогнуть ну и как я уже говорил вот тут небольшой брачок в стали оказался это для меня не сложно я думаю что вот здесь я еще прохвачу там под усилию ну ковырялка великолепная работает просто чудо и вот на коротком как говорится поводу сейчас я еще одну покажу чтобы дополнить этот комплект вот такая ковырялочка как вы видите это какая-то ложка или поварешка или что-то было вот на коленке буквально сделал тоже она в свое время выручила меня вот такой комплект так